Я вчера закончил ковку, и я два тулана заблудил, и в загран командировку от завода угодил. Копоть сажу снул под душем, съел холодного езя, и инструкцию прослушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того, так чтоб я не отчепучил ни того, а он не дал прочесть брошюру, как наказ, Чтоб не вздумал жить с дуру, как у нас. Говорил со мной как с братом про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них укладу собы, нам так сразу не понять. Ты уж, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкой дебаты? Отвечай. Нет, ребята-демократы, только чай. От подарков их сурово откажись. Мол, у нас у самих добра такого завались. Он сказал, живи в комфорте, эконом, но не дуи. Ты, гляди, не выкинь фортель, с сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте, ну а может, ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Буржуазная зараза, там всюду ходят по пятам. Опасайся пуще глаза, ты в небрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их дверь, они в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком. Шась в купе и притвориться мужиком. А сама на луже пола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я. Опасаюсь, маху дам. Как проверить? Лезь под платье? Так схлопучешь по мордам. Ну, инструктор, парень дока, деловой. Попробуй, срежь. И опять пошла Марокко. Про коварность за рубеж. Я популярно объясняю для невежд. Я к болгарам уезжаю. Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Ведь не нужно. Они вникнут. Разъяснять. И я, по ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Молод мне. Так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор. Я потомственный кузнец. Я к полякам в Улан-Батор. Не поеду, наконец. Спрю с женой. А мне не спится. Идусь, адусь. Может, я без границы обойдусь? Я ж не ихнего замеса. Я сбегу. Я ж на ихнем не бельмеса. Не гугу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигузи. Отвечает мне с просонок. Так, знаешь, Коля, не жути, что ты, Коля, больно робок. Я с тобой разведусь. Двадцать лет живем бок о бок. А все время дусь да дусь. Обещал, забыл ты верно. Ах, хорош, что клеенку с Бангладеша привезешь. Сбереги там пару рупий. Не буди. Хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обнял супругу. Дусь у нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу щиты меч себе кую. Там у них другие мерки. Не поймешь. Съедят живьем. Еще снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились дусь и клеенки цвета беж. И нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля божья, у румын. Говорят они с Поволжья, какие мы. Вот же женские замашки. Провожала, стала петь. От утюжего рубашки и любо-дорого смотреть. До свидания, цех кузнечный, аж до гвоздика родной. До свидания, плавною встречной, перевыполненной мной. Перемы мне спирт в аорту проникал. Я весь путь к аэропорту проекал. К трапу я, а сзади в спину будто лай. На кого ж ты нас покинул, Николай?